Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Аминь. Номер 79. Насчитывается новая зависть толкования блаженного феофилакта и с комментариями. Колоссянам 2.19 И не держась главы, от которой все тело, составами и связями, будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божиим. Толкование блаженного феофилакта. Кто учит этому, тот говорит, не держится главы, то есть Сына Божия, ибо Он есть глава ангелов, как Творец и Миродержитель, а равна и глава всей Церкви, как поэтому, так и потому, что мы и по телу Его члены, ибо Он и в этом самом общник нам. Из Него, таким образом, все тело Церкви имеет и просто бытие, и благо бытие. Кто отпадает от Него, тот погиб. Как из головного мозга чувствительный дух посредством нервов передается во все тело, и от головы всякое чувство и всякое движение, так и все тело Церкви снабжается, то есть получает, чем жить и расти духовно. Когда же оно имеет это, когда состоит в сочетании, когда хорошо сложено, с ним и само в себе, ибо в таком только случае Дух Святой снабжает тело, чем расти. Так что, если тело не имеет общения с главой и само собой, то не бывает ни снабжения Духа, ни возвращения Божия, то есть наилучшей жизни по Богу. Колоссянам 2.20 Итак, если вы со Христом умерли для стихий мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановлений? Толкование. Через крещение, говорит, умерших со Христом, вы умерли для всей прежней жизни, чтобы больше уже не служить стихиям, которым были подчинены прежде. Поэтому, зачем вы снова подчиняетесь им, как бы живя прежней жизнью? Вы признаете один день счастливым, а другой несчастным, но это наблюдения и эллинские. Смотри же, как незаметно он осмеивает их, говоря, держитесь постановлений. Вот я пишу, такой день, бизнесом нельзя заниматься, составляют там разные колдуны, и люди верят в православное. Вы, говорит, подобно детям, только что начавшим учиться, сидите, принимая научения и наставления, что должно делать. Комментарий Игнатия Лапкина. Те родители, чьи дети остаются на второй год и не показывают успехов в обучении, как они себя чувствуют? А если это не в первый раз и не с одним ребенком, мы говорим о нормальных, совестливых и благобоязненных родителях. Разве они не будут проявлять беспокойство и искать причину неуспеваемости своих детей? Чья вина, что их дети не развиваются? Или дети больны, ненормальны, или произошли от больных, дебильных родителей, или сами растут тунеядцами и хулиганами при хороших родителях? Но то, что в православной церкви паства не знает Слово Божие и, конечно же, никому не может проповедовать, как раз и говорит о недееспособности своих учителей и пастырей. Там, где исследуют священное писание, средний прихожанин знает Библию лучше, чем средний священник. И теперь уже не к пастве, а к пастырям относятся эти слова. Вы, подобно детям, только что начавшим учиться, сидите, принимая на учении наставления. Что должно делать? Иоанн Златоуст говорит нам, православным 21 века, Господь хочет, чтобы христианин был для вселенной учителем, закваской, светом и солью. А что значит свет? Жизнь светлая, не имеющая в себе ничего темного. Свет не себе полезен, равно как и соль и закваска, но приносит пользу другим. Что пользы христианине, если он никому не приносит пользы, никого не руководит к добродетелю? Ведь соль не себя только поддерживает, но укрепляет и согнивающие тела, не допускает им портиться и погибать. Так точно поддерживай и укрепляй гниющие члены, то есть беспечных и нерадивых из братьев, и избавив их от беспечности, как бы от некоторой гнилости, соедини с прочим телом церкви. «Потому он назвал тебя и закваской» Матфея 13, 33. «Закваска не себя заквашивает, но прочее смешение, великое и безмерное, хотя сама она мала и незначительна. Так точно и вы, хотя вы и малы числом, но будьте велики и сильны верою и усердием по Богу». Блаженный Феофилакт, как бы насмехаясь, говорит нам, «Вы, подобно детям, только что начавшим учиться, сидите, принимая на учение и наставление, что должно делать». Вот интересно, гонят, угнали лютера, других там, какие были протестанты, католики восставали против них. Ну это понятно, что боялись, что там раскол отойдут, от них уже ничего не возьмешь. Ну я на гус отогнали, за что? Вопрос. Что он сделал не так-то? Он притом знал, что без слова Божия ничего нет. И вызвали его император, дал грамоту, что тебя не тронут, приезжай, только пришел, его сразу арестовали. Какая подлость была, как его допытывали, его сжигали. Ну вот проезжал кардинал по Чехии, спустя 75 лет это пишет Милош Кратохвилл. И он говорит, что средняя чешская женщина знает Писание лучше, чем средний католический священник. Вот и все. А всего 70 лет прошло, 75. Колоссянам 2.21. «Не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся». Полкование. «Приводит и другое наблюдение их относительно пищи, преимущественно иудейское, подобно тому, как относительно дней было приведено эллинское. Постромляя надмение тамошних догматистов, лжеучителей, апостол говорит, что все это не важно, но оканчивается нетлением в употребляющих. Истлевши во чреве, это извергается потом афедроном». Афедроном это что называют? Кал. «Так что для души в этом, как оно есть само по себе, нет ни пользы, ни вреда, колоссянам 2.22, что все истлевает от употребления по заповедям и учению человеческому толкования. Это не есть наставления божественные, а постановления человеческие. Итак, что же, разве закон не суть учения Божия? Он существовал, когда было время, а теперь не существует, потому что время его исполнилось. Или говорит так потому, что его искажали старейшины иудейские, устанавливая предание помимо закона, как об этом и Христос говорит в Евангелии. Или он намекает на учение еленов? Колоссянам 2.23. «Это имеет только вид мудрости, в самовольном служении, в смиренномудрии и изнурении тела, в некотором небрежении о насыщении плоти». Толкование. «Вид мудрости имеют они силу и истину, ибо тот, кто этому учит, кажется благочестивым, скромным и презирающим телом ради воздержания от пищи. Однако Бог почтил тело и дал яство, чтобы, питаясь ими, плоть могла существовать и добровольно господствовать над страстями. А они не в чести держат тело, а лишают его должного, отнимая у него власть и не позволяя ему действовать без принуждения». «Мало того, что столько постов, вместе все взятые, больше половины дней в году, так еще спрашивают, а вы понедельничаете? А что такое? Ну, понедельник пост. Два дня в неделю мало, третий назначили себе. У нас вот там в деревне бабушка точно так же. А зачем это нужно? Где вы считали? Ну, а так лучше. «Ты по Писанию поступай». Она там начала заступать за одного человека, ну, конкретно за дьякона. Почему он теперь не считает? Он так считает, и почему? Я тогда открыл ей канон, принес, выписал и подал. Вот почему. И она не пропустила мимо. Она поняла, пошла ему и сказала, я очень любила, когда ты считал, но тебе считать нельзя по канонам. Все. В церкви ты рта не раскроешь больше. В Колоссянам, 3 глава, 1-2 стихи. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесною Бога, а горним помышляете, а не земном толковании. Сказав, вы погребены с ним именно через крещение, и дав понять об умалчиваемом, то есть, что и воскресли с ним, ибо крещение, как смерть, изображает через погружение в воду, так и воскресение через поднятие из воды. Теперь он убеждает и в том, что если вы воскресли со Христом, то после этого должны находиться на высоте, там, где и Он, где нет наблюдений, должны помышлять о небесном. Ибо эти наблюдения относительно пищи и дней земные и телесные, и не имеют ничего возвышенного и духовного, так как они суть заповеди земных людей. И не удовольствовался тем, что сказал в горнего и где Христос, но прибавил, сидит одесною Бога, для того, чтобы еще больше отклонить наш ум от земного. Колоссянам 3.3 Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Толкование. С той и другой стороны побуждает их не искать здешнего, из смерти и из жизни. Умерли, говорит вы, потому, что есть долу. Почему и не должно искать этого? Опять жизнь ваша, говорит, горе есть. Итак, горнее и мудрствуете. Апостол стремится показать, что они пребывают в горе и живут иной жизнью, которая в Боге и невидима для очей телесных. Не является Христос, значит и жизнь ваша еще не наступила на небе. Если в церкви идет торговля, Христос еще не приходил в храм этот, иначе бы он выгнал их. Вот и все. Он пришел, выгнал, два раза выгонял торгаши, а они опять забились. Тут толковать ничего не надо. Посему, чему искать видимого? Этим он подготавляет их, чтобы перейти тотчас к нравственному учению. Такой обычай у него. Научивший одному, переходит к другому. Так он делает, например, в послании к коринфянам, говоря о тех, которые предваряли трапезу. Он вдруг перешел к преданию тайн. Колоссянам 3.4 Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Толкование. Во второе пришествие явится всем Христос, как Бог, грядущий во славе с ангелами. Ныне Он настолько сокровен, что даже имя Его осуждают. Тогда явитесь и вы, и не просто, но во славе. Посему того дня ищите, а не этого. Стремитесь к этой жизни, ибо тогда наступит для вас истинная жизнь. Нынешняя же жизнь есть смерть, так как и состоит из тления, из течения вперед и обратно. Поэтому не ищите здесь почести и славы, ибо там ваша слава. Жемчужина сокрыта, пока она в раковине, а когда разобьют раковину, блестит на славу. Так и мы, пока находимся в этом тленном теле, должны жить сокровенно, чуждать славы. Когда же сие тленное будет разрушено, тогда наступит и наша слава, если мы окажемся достойными ее по своим делам. Колоссянам 3.5 Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение, толкование. Не сказал, отбросьте, но умертвите, так, чтобы они уже не воскресли. Земными членами, вероятно, называют телесные наши члены. Если они не содействуют приобретению небесного, то земные. А если совершается через них небесное, то они уже неземные, подобно тому, как и мы являемся, как бы неземными, если не видим и не слышим ничего дурного. Может быть, подземными членами, разумеется, совершаемые телесными нашими членами грехи, которые остаются на земле и тут же погибают, тогда как члены тела, хотя и от земли, однако, не останутся навсегда на земле и не истлеют, но по воскресении получат нетление. Но почему, сказав выше, вы погребены со Христом и совлеклись с тела греховного плоти, теперь опять говорит, умертвите? Потому что первое умерщвление было даром крещения, отъявшим сущий в нас первородный грех. А теперь предлагаемое умерщвление есть дело и произволение нашего, состоящее в том, чтобы заглаждать грехи, бывающее после крещения, более же в том, чтобы даже не позволять им оживать в нас, подсекая зарождение их посредством умерщвления плотского мудрования. Это подобно тому, как если бы кто-нибудь, обновив загрязненную медную статую и придав ей снова блеск, просил владельца этой статуи тщательнее очищать ее от ржавчины, не от той, которой он уже очистил, но от той, которая покажется после. Блуд Вот он объясняет, какие это члены, и прежде всего упоминает блуд, потому что эта страсть имеет самую большую силу, оставляет в отдельности говорить о том, о чем неприлично сказать, и словами нечистота и страсть дает видеть все виды постыдных смешений. Ибо действительно, страсть есть неистовство тела, подобно горячке или ране, или другой болезни, злую похоть. Вот опять он сказал вообще обо всем, ибо все похоть злая. Но есть желание и хорошее, которое выражает стремление к Богу и к делам божественным, по которым и Даниил был мужем желаний. Даниила 5.32 Первенец злой похоти есть любостяжание. Его назвал идолопоклонством, поскольку оно есть служение серебро и золоту. Идолы язычников серебро и золото. Псалом 113, стих 12. Колоссянам 3.6 За которые гнев Божий грядет на сынов противления. Гнев будущий и в настоящем веке часто наказывает таких. Сынами противления называет их, лишая всякого снисхождения и показывая, что они пребывают в страстях не по невидению, но по упорству, которому так предались, что будто усыновили себя ему. От него прияв отличительные и характеристические себе черты. Колоссянам 3.7 В которых и вы некогда обращались, когда жили между ними. Это слово не без похвалы и толкования. Потому что ныне они уже не живут в похотях, но было время, когда жили, ибо были язычниками. Колоссянам 3.8 А теперь вы отложите все. Гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Толкование. Как же это? Только что сказал, некогда обращались, показав тем, что уже не живут так. И вдруг опять говорит, отложите все. Как им отложить то, чего уже не имеют? На это можно ответить, что сказанное, некогда обращались, служит к уразумению того, что теперь говорится. Ибо этим внушается, что некогда, то есть прежде крещения, властвовал вас грех, обладал всею вашей жизнью и тиранствовал над вами, и свобода от страстей для вас была невозможна. Ныне же, когда через крещение грех вас умер вшлен, для вас стало удобным отлагать страсти, как одежду. И нельзя вам выставлять в предлог, что живете под властью греха и страстей, ибо вы умерли для них. Злобой называют злопамятством, которое некоторые называли огорчением. Когда кто держит в себе злобу на другого, как бы отомстить? Злоречие. Это об бранчивых речах говорит апостол. Выразительно сказал уст ваших, ибо уста ваши освящены приобщением тела Господне. Потому крайне неуместно вам осквернять злоречием и сквернословием уста, приемлющие Христа Господа. Колоссянам 3.9 Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его. Толкование. Вы облеклись во Христа, сказавшего, Я есть мыстина. Иоанна 14.6 Как же теперь облачать вам себя другой формой одежды, формой лжи? Тогда явно будет, что вы скидываете ту форму, как бы форменную одежду, которая характеризует вас чертой истины. Почему он, назвав члены тела и человеком растленной жизнью, опять то же самое называет добродетельным? Чтобы показать, что свобода в человеке важнее сущности, что мы называемся скорее по ней, а не по сущности. Ибо Писание называет лошадьми, собаками и лисицами тех, которые по своей воле уподобились этого рода животным. И в гиену, или царствие Божие, вводит вас свобода, а не сущность. Итак, ветхим человеком называют развращенное произволение. Посему и добавил, с делами разумея свободу и ее дела. Назвал ветхим, желая показать его гнусность, безобразие и слабость. Смотри, как он составил члены ветхого человека. Мысль его состоит из лжи, сердце из ярости, уста из лжи и злословия, глаза и прикрытые члены из блуда, печень из худого пожелания, руки из любостяжания. Колоссянам 3.10 И облегчись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его толкования. Новый человек есть произволение по Богу. Не стареет, но все больше и больше расцветает и разрастается по знаниям Бога и вещей божественных. Всегда и всегда являясь юнеющим, и однако тем более крепнущим, чем полнейшее стяжает ведение и чем большего сподобляется по образу создавшего его, то есть Христа. Христос не приходил в старость, но всегда был так прекрасен, что и сказать нельзя. Прекраснее сунов человеческих. Псалом 44.3 Ибо не сотворил греха, который старит и растлевает. И мы, созданные им по образу его, должны отсекать от себя всякое греховное растление и старение. Создание, разумеет апостол, и то, которое бывает в крещении, и то, которое бывает от прекрасного образа жизни. Колоссянам 3.11 Где нет ни Елена, ни Иудея, ни Обрезания, ни НЕ Обрезания, Варвара, Скифа, Раба, Свободного, но все и во всем Христос. Толкование. То есть празелита и Иудея из знатного рода. Вот и еще похвальное отличие нового во Христе человека. Что в нем не берется во внимание ничто внешнее, ни род, ни достоинства, ни предки. Но что Христос есть черта отличия Его, характер Его. Во всех по духу истинно добродетельной жизни образовавшихся все есть Христос. То есть и род, и достоинство. Или иначе можно сказать, все вы один Христос, будучи телом Его. Колоссянам 3.12 Итак, облекитесь, как избранные Божие, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение. Толкование. Этим словом показывает легкость добродетели. Ибо как легко надеваем одежду, так удобно может воспринять и добродетель. Но добродетель должно иметь непрестанно и пользоваться ею, как величайшим украшением, не имеющий ее безобразен. Увещание соединено с похвалой и чрезмерной. Ибо были, говорит, святые, но не избранные и не возлюбленные. А вы все это имеете. Не сказал, облекитесь в сострадании. Но в милосердие. Это для того, чтобы не унизить тех, которые достойны сожаления, а вместе с тем и показать, что снисходить к ним нужно по внутреннему расположению. Не так, как братья к братьям, а как отцы к детям. Для того, чтобы ты не сказал, что брат согрешил. Апостолы говорят, требуя тебя вседушного милосердия. Кто облегся, говорит он, в милосердие, у того сами собой являются и все прочие добродетели. Ибо какой отец недобросердечен к сыну и не смиренно мудрствует, без споров доставляя ему все. И заметь, какой прекрасный во всем этом порядок. Благость, порожденной милосердием, рождает смиренно мудрее. Ибо кто добросердечен, тот и смиренно мудр. От смиренно мудрее кротость, ибо гордый и гневлив. От кротости долготерпение, которое есть великодушие. Колоссянам 3.13 Снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы. Толкование. Снисходя то же, что носящий друг друга. Ты его, а он тебя. Не судите со строгостью о недостатках и падениях друг друга. Но считая их малостями, пропускайте без внимания. И смотри, как сам он показал ничтожность их, назвав жалобой. Павел, как всегда, увещевает их примером Христа. Выше он показал, что нужно считать взаимные недостатки ничтожными, назвав их жалобой. Но когда привел в пример Христа, убеждает все прощать одинаково. Даже и важные прегрешения. Хотя бы мы были благодетелями, оскорбляющих нас. Хотя бы мы были люди великие, а они незначительные. И не это только, но и умереть, и после смерти благодетельствовать. Подобно тому, как и Христос благодетельствует нам и после смерти. Союз, как требует, как требует именно такого понимания. Вот маленькие дела. Человек пошел и не выключил включенный прибор какой-то, плитку. От него загорелась стена, сгорел дом. Открыло газ, а потом взорвало. Это маловажно, нет? Погиб весь пролет, весь подъезд. Открыло, воды нету. Так и оставил. Ну я на кухне, зажурчить я тут буду рядом. Ушла, забыла, теперь залила с пятого этажа до низу все. Это маловажно? Тогда ничего этого не было. А всего ничего рукой только повернуть. И как? Никак, суд. Вот пришла к нам одна и говорит, еврейка такая вредная. Я говорю, чем она вредная? Ну, я забыла закрыть, на нее вода текла, и поэтому вот она сейчас через суд. Только она же свое требует. А ты ей перепортила вещи какие-то. Ну да. Ну, дальше-то еще, ну, плати. Если ты считаешь маловажно это. Это у нас одна пришла наша и мне рассказывает. Разве это маловажно? Я подхожу к одному, гляжу возле дома, горит трава. А что? Ой, да это у меня дочка вышла, зол высыпала. Да золата у тебя горючая. Ты сколько раз поджигала уже? У нас там дом-то сгорел от чего? Под дом высыпали или подожгли? Вот так, не надо. На это смотреть, что значит маловажное? Что? Одно слово, высунулся. Подкоп делали. Солженицын пишет. Копали они его года полтора, наверное, подкоп. И, наконец, по этому подкопу сделали освещение, все, выходить. Ну и утром-то, когда уже пробили там, а мимо идет майор. И один в голову высунул, и его заметил где-то вошка. Вот так называют вошка. Ну дальше тревога, всех поймали, всех пересажали, добавили срок. Они свободу бы имели. Это не преступники были. 58-я статья, политзаключенные и прочее. Одна вошка в голову подняла только, и пропал труд десяти человек. Ну и это маловажно, значит. Одну запятую не там поставили адвентисты, специально. Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мной в рове, и они ныне душу не признают. Они говорят, истинно говорю тебе ныне. Будешь со мной когда-то в раю. Одна запятая, это малость. Ни одна йота не пропадет. Поэтому надо понимать, о чем он говорит. Малость такое, свое где-то. Такое, которое незначительно. Которое не имеет последствий таких фатальных. Вот поставил, трактор стоит. Трактор легкий, конечно. И поставил его на скорости. А мальчишку в яму послал. Он там копает. Не кто-то, сын свой. Стал заводить, а она-то на скорости. И трактор туда рухнул, и его задавил насмерть. Это маловажно. Всего ничего он только поставил на скорость. Всего ничего. Скобку не за... Там скобка торчит. И он ее не завернул. Скобка буквой П такая-то. Ну и шел. Ладно, мимо глаза вот сюда воткнулось. Это немаловажно. Это очень даже немаловажно. Они пошли и сказали, ой, народ большой. Нам люди там как деревья, а стены там до облаков. Ну и что? За каждый день, который ходили один год. Сорок лет. Все до одного примерли. Кто выше двадцати лет был. А всего ничего сказали-то. Моисей однажды сказал только, неужели из этой скалы? Четыре слова. И Бог говорит, и ты не войдешь. Это немаловажно. Надо быть точным. Колоссянам 3.14 Более всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. Толкование. Так как можно угождать друг другу не из чистой любви, а только по виду и лицемерно, то он показывает путь, каким мы можем достигнуть истинного благоугождения. Иной бывает и кроток, и смиренно мудр, и однако не с любовью. Все вышеперечисленные добродетели, любовь скрепляет своим присутствием. Когда же любви нет, все исчезает, и в действительности ничего более не оказывается, как лицемерие. Ибо как в доме, если бы не было перекладин, обыкновенно называемых связями, или если бы в теле не было связок, то все остальное было бы бесполезно. Так точную любовь соединяет все, способствующее к совершенству. И без нее нет совершенства. Хотя, казалось бы, кто имеет его, но это вовсе не совершенство. Колоссянам 3.15 «И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле. И будьте дружелюбны» – толкование. Часто мы бываем обижены кем-нибудь, и в нас тогда борются два помысла, из которых один побуждает к отомщению, а другой – к долготерпению. «Если в тебе мир Божий стоит раздаятелем наград, то есть судьей и мздовоздаятелем, то он дает награду тому помыслу, который повелевает перенести, а другой заставит смолкнуть. Итак, мир Божий доводит вас раздаятелем наград, а не гнев. Не любопрение. Не человеческий мир, ибо человеческий мир происходит из-за отомщения и возмездия. Но мир Божий, постоянный, ненарушимый, заключается не ради какого-нибудь мирского блага. Подобно тому, как и в отношении к нам, мир Божий заключен не ради каких-нибудь заслуг, а просто по милосердии и любви. Он уничтожил существовавшую против нас вражду. Зачем же, напомним о любви, он опять начинает рассуждать о мире? Казалось бы, это лишнее увещание, так как в любви заключается уже и мир. Для того, может быть, это сказано, что часто и друг обвиняет своего друга, и от излишней любви нередко возникают споры, обиды и столкновения. Не этого, говорит Я, хочу, но с любовью имейте мир Божий, который все устрояет и все решает. «Христос, призывая нас к миру, садил у нас единым телом, сам стал главой. Ибо для чего другого мы, одно тело, как не для того, чтобы, будучи друг другу членами одного тела, хранили мир между собой и не разделялись? Или потому что вы призваны к миру, то есть удостоены через мир бесчисленных благ? Ибо если бы мы не примирились с Богом, то не были бы и призваны к тому, чтобы быть Его рабами и участниками Его благ. Дружелюбным бывает тот, кто таким же образом поступает в отношении к сарабам, как Бог в отношении к нему, «Исповедующий благодать Божию и Бога, благодарящий за то, что отпущены ему грехи, не станет мстить тому, кто не оправдывал его самого, и наоборот, отмщающий, очевидно, не помнит, какое сам великое получил благодеяние в прощении грехов, подобно получившему отпущение десяти тысяч талантов и не хотевшему отпустить ста динариев». Матфея 18.24 Итак, будем благодарны за все, что бы и от кого бы мы не потерпели, и получим венец мученичества. Все.